здравствуйте дорогие друзья сегодня мы подумали о том как же не воспользоваться этой прекрасной возможностью таким солнцем чудесной погодой и не снять для вас видео очередное видео о трудоустройстве или о карьере мечты и в этом видео я хочу рассказать вам о своем опыте поделиться с вами тем как я приехала в германию своей историей и рассказать о том как я учила немецкий и где я училась и как это все начиналось я приехала в германию еще в 2012 году до этого я жила в украине в донецке и работала в донецком национальном университете преподавала в нем английский язык и вот я как чувствовала что мне нужен и немецкий немецкий я не учила в университете до этого но всячески хотелось мне учить этот язык я начала его сама не зная зачем абсолютно мне было просто интересно мне просто нравился у нас была такая возможность посещать бесплатно курс гёте института при факультете на котором я работала для преподавателей я воспользовалась этой возможностью и посещала немецкий язык пошла сразу на уровень а1 и дошла до уровня b1 до переезда в германию и уже по приезду в германию я занималась также на курсе ускоренном и дошла до уровня c1 очень часто мне задают в комментариях вопрос сколько всего я учила по длительности до сколько времени ушло мне 1 изучение немецкого языка но если в общей сложности все посчитать то с уровня а1 я дошла до уровня c1 ну приблизительно за год там плюс-минус пару месяцев после этого я сдала экзамен дсх который позволяет студентам поступать на один из немецких факультетов в германии в один из немецких вузов и я поступила в манхайме или мангейм его еще так же называют недалеко от хайдельберга этот город расположен в институт дуального обучения на факультет экономики медицинский менеджмент что такое дуальное обучение об этом мне очень хочется давно хотелось вам рассказать уже давно немного я опишу очень много я могу рассказывать об этой системе потому что считаю что эта система она просто уникальна я училась в украине в обыкновенном государственном вузе и прошла программу обучения которая наверное каждому который посмотрит это видео она понятна когда мы учимся пять лет изучая определенный багаж получая знаний только теоретических да и иногда проходим практику там максимум два месяца она может длиться дуальная же система образования dualis studium как он как это образование здесь называется позволяет проходить одновременно получать и теоретические практические знания мое обучение на факультете длилось три года я получила степень бакалавра экономики и наша программа проходила вот таким образом сначала мы студенты получали теоретические знания в течение трех месяцев потом у нас была полноценная сессия мы сдавали экзамены экзамены были в основном письменные и после этого начиналась практика мы получали практическое образование во время практики я работала в диагностическом центре менеджером и могла применить очень хорошо свои старалась старалась применить свои теоретические знания которые я получила на практике и в чем особенность вот самая ценная такого такой системы образования это то что во время теории конечно возникали вопросы которые как это как это как это работает и ты приходил на практику и сразу можно было окунуться до сразу можно было задать вопросы которые во время практики появлялись своим наставником до своим коллегам и в то же время если эти же коллеги наставники не могли ответить на вопросы определенные то можно было прийти вот на теорию данная следующая часть начиналась теоретическая и можно было задать те же вопросы на которые ты не нашел ответа во время практической части уже можно было задать эти вопросы преподавателям и таким образом ты получал я например получала ответы на все свои вопросы в течение всего обучения это было очень интересно постоянно менялась деятельность постоянно конечно во время практической части у меня было много командировок я ездила по всей германии участвовала также в конференциях в различных в окшопах ну то есть можно было еще параллельно практику какую-то найти я увлеклась айти айти программами системами в клиниках в германии как это работает очень даже можно я думаю можно снять об этом даже отдельное видео то есть эта система очень интересная и очень эффективно и во время обучения я открыла в себе организаторские способности я поняла что я могу организовывать не только себя но и людей вокруг себя для меня это стало большим удивлением потому что мне раньше когда я жила в украине мне казалось что я ну не организована настолько не собрана я постоянно везде опаздывала но это была катастрофа просто а вот здесь в германии все как-то резко поменялось то ли потому что вокруг меня такие педанты находятся до немцы вы же знаете не очень педантичны скрупулезны и возможно мне хотелось также соответствовать да и также получив опыт работая в коллективе с немцами с иностранными коллегами я поняла почему наши специалисты ценятся в германии в первую очередь это потому что люди которые сюда приезжают работать они очень целеустремленные то есть это самые целеустремленные люди из целеустремленнейших людей в нашей стране которые смогли выучить язык поставив определенную цель в жизни которые очень хотели изменить свою жизнь и они также продолжают добиваться своих целей и в германии и работодатели они конечно это понимают они видят как наш народ старается когда приходит на новое место работы мы же привыкли выкладываться правильно не на сто процентов а на сто пятьдесят как минимум и мне также руководители нашего диагностического центра неоднократно говорили об этом что вы приезжая в германию ставите целью для себя добиться успеха вам есть к чему стремиться и вы хотите бороться за свое счастье он так мне говорил и поэтому на очередном собеседовании или когда мы делали аус шрайбунг когда мы искали персонал для нашего диагностического центра упор даже делался в нашем по крайней мере диагностическом центре я скажу только о нас может быть не везде так на иностранных врачей которые хотели бы приехать сюда работать этот объем работы которые врачи выполняют в наших странах я говорю сейчас о россии об украине о постсоветском пространстве он конечно не сравним с объемом работы которые выполняют немецкие врачи наши врачи привыкли работать много и знают как это делать они могут параллельно работать в двух клиниках и считают что это нормально и то что врачи наши умеют делать операции без такого супер современного оборудования каким располагают немецкие врачи это конечно дорогого стоит наших врачей можно назвать творческими потому что они иногда даже в спартанских условиях способны творить чудеса нужно конечно уметь интегрироваться в любой коллектив чужой коллектив и я конечно понимаю тех людей которые боятся приехать сюда на работу это достаточно сложно но нужно себя подготовить к этому и понимать что не будет легко об этом я уже много раз говорила несколько таких советов которыми я могу с вами поделиться то что мне помогло я не буду утверждать что это может помочь каждому но мне помогло то что я пыталась соответствовать людям тем которые меня окружают что я имею в виду это например также соответственно одеваться я очень люблю платье высокий каблук и яркий макияж иногда возможно но если я попала в группу студентов когда здесь училась в институте я вижу что они одеваются очень просто в джинсах в кроссовках ходят с рюкзаками я одевалась также чтобы не выделяться это помогло мне показать им что я своя они меня приняли и уже после того как они меня приняли я набралась смелости и отдела каблуки так же как я всегда говорю много вежливости не бывает мне очень помогла вежливость и я всегда говорю своим друзьям будьте вежливыми когда вы пишете email поздоровайтесь человеком в конце пожелайте ему хорошего дня или хороших выходных если это конец недели также вежливость по телефону в ежедневном общении будьте вежливыми то есть много вежливости не бывает и учите языки учите иностранные языки немецкий ли это язык или английский или испанский может быть вам какой-то из них больше всего нравится и вы пока не знаете для чего и как вы его можете применить но иностранные языки открывают двери в жизни я когда поступала на факультет иностранных языков я просто хотела работать в каком-то международном проекте вот ради этой абстрактной мечты я учила язык и обучалась на факультете иностранных языков никогда не хотела быть учителем никогда не хотела быть преподавателем хотела вести международные проекты и считала что для этого мне нужен иностранный язык и вот сейчас получив образование здесь германии я осуществляю свою мечту я работа в международных проектах в нескольких из пациентами и с врачами в плане трудоустройства поэтому учите языки вы никогда не знаете когда он вам пригодится а пригодится он вам в любом случае рано или поздно напишите в ваших комментариях о том что вам помогает влиться в новый коллектив и изучаете ли вы сейчас немецкий язык и напишите пожалуйста о том хотите ли вы чтобы я снимала для вас больше видео об изучении немецкого языка именно практически обучающие видео если вам понравилось это видео ставьте лайки под этим видео подписывайтесь на мой канал я желаю вам успехов удачи и до новых встреч в новых видео пока